Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас на повестке, безусловно, есть несколько отчетов, на которые мы, как и всегда, обратим чуть-чуть больше внимания, нежели чем на другие, чего стоят только одни протоколы с перспективами ужесточения американской политики. И хочется, чтобы этот фундаментальный повод имел такие последствия в динамике доллара, которые мы с вами рассчитываем и хотели бы видеть уже, в принципе, давно. Но, к сожалению, пока что американец зажат такими невидимыми тисками, сдерживающими его рост, даже несмотря на то, что мы видим по доходности американских трейджерис, даже несмотря на то, что мы наблюдаем очередную перепись исторических максимумов всем секторам и ключевыми бенчмайками американского фондового рынка, даже несмотря на ожидания по декабрю, связанных с ужесточением политики, даже несмотря на сильные отчеты. Я надеюсь, что каким бы ни был этот фактор сдерживающего интереса к американцу, его силы и влияние будут постепенно ослабиться. И думаю, что по мере приближения, опять же, декабря заседание, оно, между прочим, не так уж и не скоро. Если говорить конкретно, можно сказать, что остаются буквально считанные недели. Сразу после того, как мы с вами минуем заседание ОПЕК 30 ноября, тут же будем уже готовиться к заседанию ФРС. Нужно на финишной прямой не растерять, друзья, вот этот запас бодрости, явной уверенности в том, что актив должен повести себя так и не иначе и сохранить соответствующее оптимистичное расположение духа. Если, конечно же, вы не позволили тому негативному фону, который на рынке появился, переубедить вас в обратном и уже ставить на то, что доллар будет оставаться аутсайдером с потенциалом ухода ниже 110, кстати, отметки по доллару японской иены против ЕК. Мы традиционно разбираем поведение доллара в этом дуэте активов, потому что, с одной стороны, у нас доллар, который отвечает, можно сказать, за 85% новостного фона, который появляется на рынке Форекс. И есть еще актив иены, которые удерживают за собой статус защитного инструмента. И если речь идет о каких-то форс-мажорных факторах, мы работаем с тем поведением, которое предполагает желание трейдеров переложиться в защиту. Пока что, друзья, я бы не сослался на какой-то фундамент, то, что сейчас есть причины, за которых нужно переживать, опасаться, есть события, которые стоит отторговывать, отсиживаясь во франке, в аппликациях, в золоте. Ну, нет, даже политическая неопределенность в Германии, я считаю, что это не то событие, не тот повод, когда мы должны изменить нашу с вами прогнозу и расчету на рост доллара. Об американцах мы, безусловно, сегодня поговорим, еще завтра сделаем, возможно, даже еще больше акцент. Почему? Потому что завтра нам придется разбирать последствия протоколов и итоги отчета сегодняшнего дня. Кстати, сегодня мы следим, в принципе, только за долларом, потому что в 16.30 у нас сразу заявки на пособие по безработице, в это же время заказан товар длительного пользования. И замыкать торговую сессию будут протоколы последнего заседания американского регулятора в 22.00. Мы их ждем. Еще между отчетами по заявкам и протоколами нас ожидает релиз от администрации аналитической информации. Это уже то, что касается нефтянки. В 18.30 все выйдут эти данные. Давайте теперь пару слов про нефть. 62.60 по бренду до закрытия прошлой торговой сессии. 61.65 чуть повыше торгуемся мы на текущий момент. На рынке нефти традиционные качели, когда рынок вроде бы как и готов развить какую-то идею, но с другой стороны понимает, что есть одно маленькое или большое, но это в зависимости от того, как посмотреть. И это не позволяет заложить серьезный градус уверенности в том, что нужно торговать как можно большими объемами в конкретном направлении. Но это чтобы обрисовать ситуацию, которая может присутствовать на рынке для разных категорий трейдеров. Лично я своему прежнему мнению и позиции не изменяю, уверен и знаю, друзья, по вашим комментариям, по вашим сообщениям, по тому, как вы проявляете активность на форуме Амаркетса, по оценке торговых идей. Знаю то, что многие разделяют со мной позицию и разделяют вот этот медвежий взгляд на то, что цены на нефть обречены на то, чтобы сходить ниже. Почему мы выросли вчера? Я думаю, что сейчас можно все-таки сделать больше акцент на то, что участники рынка ждут очень важный отчет по запасам. Это та статистика, которая будет публикована сегодня в 18.30 по московскому времени. И это данные по изменению запасов дистиллятов, нефти, нефтепродуктов. Отчет, который, по сути, предваряет заседание ОПЕК, запланированное на 30 ноября. Сейчас, после того, как мы проанализировали вчера статистику от Американского института нефти, в соответствии с опубликованным в 23.30 релизом, запасы нефти просели на 6,3 миллиона, и ситуацию в целом даже не выправили ни небольшой прирост по запасам бензина. Участники рынка тут же развили этот отчет, подкрепили, опять же, тем ралли, который мы видели, локальная восстановительная динамика, идея о том, что нужно уже закладывать в цены, в стоимости нефти вероятность того, что запасы будут снижены. Также уже и по официальным данным. Но я напоминаю то, что между Американским институтом нефти, отчетом и Администрацией энергетической информации не стопроцентная корреляция. То есть эти отчеты могут очень сильно разниться. И несмотря на то, что я понимаю, что логика в таком подходе к отчету есть, я склоняюсь в пользу того, что не нужно, скажем, говорить «гоп», пока не перепрыгнули, нужно дождаться официальных данных и уже после этого принимать какие-то решения. Совсем чуть-чуть остается, друзья, в 18.30 по московскому времени сегодня мне будут публикованы. Также хочу отметить, что этот отчет имеет очень важное значение, поскольку он демонстрирует ситуацию с запасами буквально за неделю до того, как состоится Венская встреча нефтедобывающих стран, которая, как вы знаете, будет посвящена цели согласовать и дополнительные шаги, действия и меры, направленные на ребалансировку рынка. И ОПЕК, безусловно, будет следить за этим релизом, потому что иначе быть не может. И эта статистика, которую мы увидим сегодня, может поспособствовать и помочь принять решение, продлевать ли соглашение до конца 2018 года или нет. В текущей редакции, напоминаю, этот пакт действует до марта 2018 года. Почему эта статистика будет той важной компонентой, на которую вынуждены будут обратить представители ближневосточного картеля, очень просто, друзья. Потому что зашкаливающиеся запасы, рост запасов, а также сохранение высоких показателей нефтедобычи, это и есть основная причина, основная проблема для нефтедобывающих стран, которые в начале прошлого года приняли целесообразное оправданное решение, что нужно что-то делать именно с тем избыточным предложением, которое на рынок поступает, и начать сокращать объемы добычи. Вот, на мой взгляд, тоже вполне логичная связь того, как ОПЕК будет ориентироваться на эту статистику, и насколько значим, в принципе, этот релиз. Вот почему мы традиционно обращаем на него внимание, видим, как трейдеры отыгрывают эту статистику, и, собственно, она действительно находит свое отражение в ценовой динамике нефти. В то же время я хочу отметить, друзья, то, что эта статистика может быть неподдерживающей для котировок, собственно, нефти, потому что мы можем получить и данные, что запасы вывезли, это уже настроит нас на совершенно другой расклад, собственно, по соглашению и тем договоренностям, которые будут приниматься. И все равно, я думаю, что при взвесе всех за и против, мы придем к пониманию того, что Соединенные Штаты Америки, которые не обременны условиями обязательств пакта, будут увеличивать добычу дальше, ну, может быть, даже если это и не случилось на этой неделе, это не значит то, что объемы добычи существенно не вырастут на следующей неделе. Не забывайте про декабрьский прогноз роста на 80 тысяч баррелей с потенциалом доведения общего показателя добычи до 9,7 миллиона. Есть с чем работать, особенно в долгосрочной перспективе, есть на чем нам продавать нефтяку. Основным, конечно же, риском для всей энергетической конъюнктуры может стать отсутствие решения по продлению соглашения до конца 2018 года. Вероятность этого, признаю, крайне низка, но все равно этот сценарий может быть реализован. Если случится именно это, то наши с вами ожидания по снижению добычи будут реализованы в моменте, поскольку я считаю, что потенциал потери для бренда и добыча может превысить 10-15% за очень короткий промежуток времени. Как и раньше, друзья, ждем 60 долларов за баррель. Еще у нас конец недели впереди статистика Baker Hughes. Помимо данных по объему добычи за прошлую неделю по запасам, основной фундамент еще только грядет. Готовимся, возможно, он поможет нам очень неплохо заработать на снижение нефти. Рубль 59,12. Ждем этот дуэт активов выше 60 евро против доллара. Текущие котировки 1,1737. То же самое значение, друзья, что мы наблюдали в нем ранее. Рынку сейчас очень трудно определиться с тем, где ловить евро в перспективе ближайших недель. Хотя я очень надеюсь, что у вас нету такой двузначности, опять же, позиции. Вы знаете, как действовать по евро. И очень надеюсь, что вы с большим интересом присматриваетесь к продажам. Почему? Потому что на евро, как и в начале недели, продолжат, уверен, оказывать давление факты явной политической неопределенности и нестабильности. Как вы помните, партия Меркин не смогла скратить необходимого коллекционного большинства, правительства большинства. Поэтому мы сейчас на, опять же, распутье того, что будет дальше по политической ситуации в Германии. Либо очередные попытки добиться формирования содружества с прочими политическими силами. Либо все-таки Меркель убедит президент Германии в том, что нужно провести новые парламентские выборы. Какой вывод мы можем сделать в целом из того, что сейчас происходит? 12 лет Меркель была у руля, скажем так. И то, что ей сейчас очень трудно договориться с прежними, казалось бы, извеченными партнерами, это явно указывает на то, что ее политическое влияние, ее политическая воля, сила, очки, репутация, они явно просели в последнее время. И, казалось бы, такой проблематичный, может быть, даже не идеологичный подход к политике, он, видимо, даже в адрес Меркель имеет свой предел, свои лимиты. И вот этот переломный момент, когда начинают свести пахнут уже совершенно другие позиции, ироничные мнения и силы. В данном случае, конечно же, не стоит ставить крест сейчас на Меркель, потому что, возможно, что выборы новые будут, и, возможно, в этот раз у Меркель будет уже больше шансов, либо удача улыбнется ей, и все-таки удастся набрать необходимое количество голосов, которое позволило бы говорить о большинстве в парламенте. Но этого пока не происходит. В целом, друзья, я хочу сказать то, что сам факт присутствующей и явной политической неопределенности, это, безусловно, непозитивный момент. И даже если будут конкретные уже заявления о том, что ждем выборы, либо есть предпосылки для формирования правительства, но пока что, уже правительство большинства пока что еще неясно, с какой партией в такие сроки, это все равно будут те самые новостные поводы, которые позволят говорить о неопределенности. Вот почему евро я продолжаю рассматривать с точки зрения продаж, потому что я вижу очень хорошие горизонты и перспективы снижения этого актива, ну, хотя бы к нашей с вами заветной цели, которую планирую достичь до конца этого года, это планка 1.15. Сейчас мы находимся примерно на 250 пунктов выше, но на фоне той новостной картины, которую я охарактеризовал, движения мощные могут пойти по евро в любой момент. Доллар японская иена. Сегодня статистики уже гораздо больше, нежели чем в начале недели. Сегодня нам есть чем работать на три дня, и уж тем более завтра по доллару нам будет о чем поговорить. Я советую все-таки, друзья, рассчитывать на то, что статистика снова будет поддерживающей для доллара. Я советую настраиваться на то, что сегодня протоколы лишь подтвердят приверженность американского регулятора политики более высоких процентных ставок, как это и было, собственно, что месяц, что два назад. И предлагаю, что поставить на укрепление доллара против всего спектра финансовых активов, особенно рынка Форекс, конечно же. И в данном случае у нас доллар японская иена. Сейчас мы торгуемся ниже тех котировок, о которых говорили день назад, 112 до 27, но при позитивном, опять же, бодром настрой американца можем добраться до отметки 113 иен против доллара. Соответственно, в случае роста доллара как раз появится еще один триггер снижения европейской валюты, о которой мы поговорили буквально несколько минут назад. Из вчерашних важных событий стоит отметить только выступление Джанет Келлин, хотя, правильно сказать даже, что это не вчерашнее событие, это событие буквально несколько часов давности. Оно состоялось ночью сегодня по московскому времени. Ничего интересного сказано не было, друзья. Если бы было то, за что можно было зацепиться, я бы вам сказал. Я бы внимательно следил за этим комментариями, за сводкой, опять же, заявлений, протоколов. Ну, все то, что известно и так. Фунт против доллара. Британская валюта явно пока не хочет пускать вперед медведей, продавцов. Это хорошо, потому что мы видим фунт выше текущих значений. Курс 1.3251, и я считаю, что мы можем ставить на прежнюю цель 1.34. В частности, вчера один из представителей Банка Англии отметил то, что сейчас позиция, связанная с тем, что стоит дождаться более лучших условий для ужесточения монетарной политики, эта позиция довольно глупа, потому что, в конечном счете, эти условия в идеальном, опять же, в идеальной пропорции могут появиться нескоро, и промедление сейчас может создать больше рисков для экономического роста в будущем. Но вы помните, что точно такую же фразу мы когда-то слышали от Джанет Хельм, потому что она тоже осылалась, повторяя позицию многих голосующих членов РС, то, что промедление с ростом процентных ставок может стать причиной перегрева рынка труда и создать рецессию, стать причиной для рецессии в экономике. Да, условия в Англии сейчас совершенно не такие, но все равно риторика, которая больше подстегивает позицию целесообразности того, что нужно ставить на дальнейший рост процентных ставок, это явно не негативный момент для национальной валюты. Сегодня у нас, к сожалению, тоже по британцу нету стоящих важных отсчетов. Я в связи с этим склоняюсь больше к тому, что нужно придерживаться и ориентироваться на общее рыночное настроение, но при этом не забывать то, что фунт уже явно доказал, что трейдинг по этому активу идет в некотором вакууме от тех событий, которые происходят извне, поскольку для трейдеров, которые спекулируют фунтом, важнее перспективы повышения процентной ставки и прогресс по переговорам по Брекзиту. Здесь, друзья, я настраиваюсь на, скажем, такой двойной положительный эффект и последствия от данных событий, поэтому изо дня в день, последние две-три недели рекомендую вам ставить больше на покупку британца. Хотелось бы, конечно же, чтобы данная пара вышла из коридора, который явно уже всем надоел. Это отметка 1.30.50, точнее коридор 30.50, 1.32.50. Ну, хотелось бы, чтобы этот прострел наверх включился уже как можно скорее, потому что уже больше месяца мы бьемся о границе данного диапазона и ничего с этим поделать не можем. Австралийцы против доллара, друзья, вы видели то, что после протоколов мы наблюдали, как австралийцы резко ослаб, в частности, после того, как в течение дня выступил руководитель резервного банка Австралии Филипп Лоу, динамика несколько изменилась, и австралийцы смог вырасти больше, чем на 60-70 пунктов, хотя, глядя на то, что происходит сейчас с активом, мы видим то, что коррекция снова преобладает. Я не хочу путать вас в том, что изменилось что-то в настроении, ничего подобного, друзья. Мы как ставили на то, что австралийцы будут смещаться вниз, так и продолжаем это делать. Актуальные линкотировки 0.75.65, ждем австралийцы на отметке 0.75. И подкрепляем эту позицию тем, что резервная банка Австралии отметила риски высокого обменного курса национальной валюты для экономического роста и для инфляции, и Филипп Лоу, который вчера давал пресс-конференцию, еще раз повторил, насколько важно сейчас относить мягкую экономическую политику с целями, которые были ранее поставлены, и насколько важно сейчас удерживать ставки на крайне низких значениях. То есть причин для повышения ставок и ужесточения политики нет. Поэтому новостной фон у нас остается медвежьим для австралийца и новозеландца. Вот почему, собственно, лишь актуализируем наши прежние идеи. Американский фондовый рынок S&P до NASDAQ снова переписали исторический максимум. В частности, S&P сейчас больше похоже уже на то, что происходит с биткоином, потому что трейдеры игнорируют все, что может иметь отношение к какому-то негативу. И свято верит в то, что дальше будут уровни гораздо более высокие текущих значений, даже несмотря на то, что каких-то серьезных факторов для этого роста практически нет. Но настроение, оно настолько, скажем, будоражащее всем, что не заработать на этом сейчас, точнее заработать на этом пытаются все. Вот почему основная позиция исключительно длинная. Рынок дает возможность отрабатывать такой подход. S&P у нас растет. Причины то, что еще заключительные аккорды, скажем, сезона квартальных отчетностей, присутствующие надежды на реализацию налоговой реформы, статистика и так далее. Но это уже извечная, избитая тема. Я думаю, то, что растет этот рынок только на притоке новой ликвидности, потому что те, кто раньше не торговал американским фондовым рынком, он смотрит на дневной график и видит то, что, ну, изо дня в день рост сплошной, и пытаются, хотят, по крайней мере, заработать нахуй в какой-то части еще оставшегося ралли. Поскольку у нас обновление исторических максимумов происходит на отсутствие серьезных, фундаментальных, позитивных сдвигов, это, друзья, для фундаменталистов явный сигнал того, что рынок тащит уже кульминацию вот этого перегретого состояния, после которого разразится серьезная коррекция. Не хочу, чтобы вы стали жертвой этого коррекционного отката. Может быть, на игру понижения сейчас настаиваются все волки в Wall Street, потому что, конечно же, в преддверии новогодних праздников они попробуют заработать собственные бонусы, и для того, чтобы у них это вышло, нужно очень неплохо прокатить рынок. Я думаю, то, что под закрытие, опять же, этого года нас ожидает мощная коррекция. Завтра в США день благодарения, друзья, поэтому допускаю, что коррекция может пойти уже сегодня, то есть день благодарения рынке отдыхают американские, и перед затяжными длинными выходами, конечно же, обычно имеет смысл зафиксировать результаты длинных позиций, что провоцирует обкатное движение. По основным событиям поговорили, друзья, по настроениям, тоже по событиям прошлого дня. Я думаю, прояснили тоже все нюансы и моменты. Остается классические заключительные напутствия, хорошие торговые сессии, прибыльных торгов. Ни в коем случае не забывайте про правила риск-менеджмента. Снова повторяю, что какой бы ни было уверенности и желания остро заработать, все-таки нужно допускать и рассматривать такую же вероятность развития, но другого сценария. В данном случае, несмотря на преданность, опять же, идеи роста доллара, американская валюта при определенном исходе на основном фоне может оказаться основным аутсайлером рынка. Поэтому, друзья, нужно подстраховывать каждую позицию, конечно же, стоповыми ордерами для того, чтобы обезопасить максимально свои депозиты и чтобы оставалась возможность подорговать после этого основы. Возвращаясь к старым идеям. Увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Завтра, безусловно, нас ожидает интересный дрифинг, потому что сегодняшний день создает для этого основу. Всего доброго. До свидания.